Люди, заходя в магазин, хотят купить самое нужное, а маркетологи, наоборот, хотят, чтобы купили всего да побольше, и неважно, действительно ли это нужно покупателям. Узнаем, как работает реклама и какая у нее цель. Она заключается в том, чтобы проникнуть на подсознательный уровень, то есть работать с психологией потребителя, сбить его с тех установок, которые он сам себе задает. То есть установки мы задаем сознательно, и сознание может реагировать, а вот подсознание нет. Все стратегии, они направлены на эмоциональный фон, а эмоции, как мы понимаем и на опыте, мы можем убедиться, сознание не очень хорошо контролирует. Обычно нам кажется, что мы покупаем самое нужное, но потом оказывается, что набрали лишнего. Проверим, так ли это. Зашел, увидел, купил. Нет, зашел, как бы так и постоял, посмотрел, такая, ну, нет, это мне не нужно, но я возьму, и пошел на кассу. Я, наверное, научилась это было бы уже не делать, так что очень хорошо. Потому что вкусно. Все сразу вкусно на полочках, и они лежат на видном месте, именно на... ну, где глаза твои находятся, и все. И ты проходит, что не можешь, не взять, все это вкусно, и у тебя тут одно. Экономическая рациональность — это все-таки миф, и человек принимает рациональные решения. Спонтанные покупки связаны с демонстративным поведением, дополнительный способ продемонстрировать те качества, которые нам хочется в себе видеть. Если раньше человек, он реализовывался и самовыражался через свою деятельность, я есть то, что я даю. В настоящее время человек, он самовыражается через то, что он приобретает. С позиции психологии здесь мы, как личность, уже не развиваемся. Потребность в самоактуализации, к которой мы должны стремиться, как человек разумный, она блокируется, получается. Казалось бы, одежда — это наш стиль и наш способ одеваться. Еда, которую мы едим, — это наш рацион и наш выбор, что есть сегодня на ужин. Но, как выяснилось, дела обстоят не совсем так. Мы попросили эксперта привести пример из реальной жизни. Давайте возьмем печенье какой-то определенной фирмы, не самое дешевое. Вы видите его в начале магазина, вы видите его где-то в середине и вы видите его в конце. Может быть, еще в четвертом месте. Зачем размещать в четырех разных местах один и тот же продукт? Это как раз то, что действует на наше подсознание. Выбор спонтанный — это не выбор вообще, это, по большей части, иллюзия. На самом деле выбирает не потребитель, выбирают потребителя. Как же вырваться из порочного круга бессмысленных трат и перейти к осознанному потреблению? Может быть, стоит сконцентрироваться на тех товарах, которые нам действительно нужны? Запрещать себе делать какую-то покупку или поставить запреты несколько раз. Потом это уже войдет в привычку. Второй шаг — это как вариант переходить уже к проработке и признании того, что есть я и есть отдельно вещи, которые никаким образом не дополняют или не раскрывают меня и то, что я себе представляю. Проблему можно решить с помощью обращения к искусству. Если мы будем развивать вот такой более высокий уровень абстрактного мышления, предметы и вот этот мир потребления, он будет уже сам по себе и не так важен. Федосия Ршуа, Виолетта Басова, Универ Ньюс.